Я стою в центре Москвы, у Кремлевской стены, возле, пожалуй, одного из самых знаковых мемориалов Великой Отечественной войны – могилы неизвестного солдата. Это очень важный символ. Символ не просто тех миллионов людей, которые не вернулись с этой войны. Это символ всех, кто пропал, кто сгинул для человечества, чья история перестала существовать. Уничтожение людей вместе с памятью о них – пожалуй, главное свойство массовой механизированной войны середины 20 века. Никогда еще в человеческой истории жизнь не стоила так дешево, никогда еще потери не измерялись в таких масштабах и с такой погрешностью, будто речь идет о массе далекой галактики, а не о настоящих людях. Именно поэтому мы начнем нашу историю тут, у этого мемориала. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы начать разговор о подготовке Иосифа Сталина к войне, нужно понимать, что Советский Союз 20-30-х годов – особенное государство. На гербе СССР не просто так изображен земной шар. СССР никогда не планировал быть просто государством. Он планировал быть плацдармом и штаб-квартирой мировой революции. Предполагалось, что если в какой-нибудь Австралии случится социалистическая революция, то на гербе СССР появится новая ленточка Австралийской социалистической республики. В конечном итоге весь мир переходит в руки рабочих, строит коммунизм, государство отмирает, ну и так далее по Марксу и Ленину. Советская власть в изначальном каноне 20-х годов вообще не государство. Это франшиза. Вот вы в своей Колумбии свергаете власть буржуев и помещиков, устанавливаете диктатуру пролетариата и сразу присоединяетесь к этой сети. В некотором роде изначальная советская власть – это такой сабвей или бургеркинг. Сделали революцию – повесили логотип. А штаб-квартира скорее задает стандарты, чем непосредственно управляет. Причем в самом начале правления у советского руководства были неплохие основания дожидаться мировой революции. Только за 918 и 919 года в центре Европы возникли аж 4 советские республики – Венгерская, Баварская, Словацкая, Эльзасская. Правда, все эти государственные формирования просуществовали пару недель или пару месяцев. А как только жизнь в Европе более-менее наладилась, новые на их месте так и не возникли. Стало ясно – мировая революция не случится. Поэтому с середины и конца 20-х годов окончательно уже воцарившийся Сталин объявил о построении социализма в отдельно взятой стране. От коммунистической франшизы он перешел к строительству коммунистической империи. А для того, чтобы выполнить эту цель, империи требовалась мощная армия. Вся жизнь страны 30-х годов была подчинена именно этой идее – идее создания мощной армии. Вся страна готовилась к войне. В чем была цель столь регианной коллективизации, приведшей к голоду? В изъятии зерна для продажи его за валюту. Зачем нужна валюта? Для закупки всего необходимого – от технологий до станков, специалистов и заводов целиком. Все это было нужно, чтобы проводить индустриализацию. А для чего нужна была индустриализация? Чтобы строить танки, самолеты, военные корабли, производить винтовки и снаряды. Вся сталинская экономика, начиная с колоска и шахты, в конечном итоге упиралась в производство вооружений. К 1941 году Советский Союз стал самой вооруженной страной мира. А по отдельным наименованиям – танкам, например – он превосходил весь мир вместе взятой. Если просто смотреть на эти цифры, если смотреть на страну, которая всю свою экономику перестроила на военные рельсы, которая явно готовилась к большой войне, то нельзя объяснить, как вообще могла случиться та катастрофа, которая ждала СССР в 1941 году. Как так вышло, что германский вермахт оккупировал несметные территории, взял в плен огромное количество военных, разгромил целые армии? Причин было две. Объективная и субъективная. Объективно, гитлеровская армия была на тот момент мощнейшей военной силой в человеческой истории. Если количественно нацисты могли уступать по отдельным статьям вооружений, то качество управления, механизации и связи было на высоте. Кроме того, в отличие от рабочей крестьянской Красной Армии, которая в действительности была скорее крестьянской, чем рабочей, вермахт имел в своем распоряжении массы городского населения, которые в совершенстве овладели сложной военной техникой. Одной лишь только мощью вермахта невозможно объяснить катастрофу, постигшую Красную Армию летом-осенью 41-го года. Субъективной причиной катастрофы стала парадоксальность советского управления. Пока вся страна работала на войну и готовилась к войне, для Сталина армия оставалась постоянным источником угрозы. Ведь кто такой Сталин? Это не военный вождь. Это аппаратчик, который пришел к власти не через захват столицы, а с помощью интриг, союзов, заговоров и манипуляций. Такой человек просто не может не опасаться возникновения Бонапарта, военного лидера, в котором возникнут политические амбиции. Ведь не то что маршалу, даже какому-нибудь комдиву не нужно манипулировать регламентом съезда и шептаться с кем-то за углом, заключая сложные союзы, в чем Сталин был непобедим. Комдив запросто может привезти свою дивизию в Москву, взять Кремль и до конца дня перевешать всех, до кого дотянется. Против лома нет приема. Тем более, что примеров того, как военные лидеры брали власть в свои руки и передушивали всех этих танкашеих аппаратных вождей, таких примеров перед Сталином была масса. Путь борьбы с Бонапартистским заговором был избран очень простой. Вся вторая половина 30-х годов была временем повальных репрессий в армии. Выполняя задачу запугать и подавить всякие мысли о перевороте, Сталин уничтожал профессиональную армию. С 1936 по 1941 год было уничтожено 65% высшего командного состава Красной Армии, включая 3 из 5 первых маршалов Советского Союза. На 1936 год в Красной Армии числилось 15 командармов, а к 1941 году были расстреляны 19. Характеристика репрессий, как повальных, едва ли в фигуре речи или преувеличения. Высший командный состав армии был де-факто уничтожен. Репрессированные командиры унесли с собой в могилу реальный боевой опыт, полученный имя на фронтах Первой мировой гражданской войны в России и в далекой Испании. Пусть этот опыт отнюдь не всегда был применим к условиям новой мировой войны, в любом случае его утрату невозможно было восполнить никакими теоретическими занятиями в учебных классах. Да и Советские военные училища ведь тоже лишились в результате репрессий своих лучших преподавателей. Чуть не началась война, а Красная Армия уже потеряла убитыми и замученными в застенках огромное количество командиров, которые до этого десятилетиями росли по военной иерархии, проходили долгий и многотрудный путь от солдата до командующего. На смену уничтоженным кадрам приходилось ставить вчерашних выпускников военных вузов. Их взлет по карьерной рельсиса был неестественно стремительным. Еще не научившись командовать полком, им приходилось становиться во главе дивизии, корпусов, общевойсковых армий. Личной отваги молодым командирам было не занимать, но никакая персональная храбрость не заменит навыка управлять крупными соединениями, для приобретения которого нужны годы. Армия подошла к войне обезглавленной, совершенно обескровленной в части профессионального руководства. Да, она была послушной и запуганной, Сталин в этом своего добился, но небоеспособной. Первые два года войны уйдут на то, чтобы ценой чудовищных потерь, миллионных, многомиллионных потерь героизма и самопожертвования Красной Армии и советского народа научиться воевать. Причем до Берлина, по большому счету, дойдет уже совсем другая армия, созданная заново уже в ходе войны. А Красная Армия образца 41-го года, на подготовку которой ушли все 30-е годы, ради которой не доедала вся страна, она в основном погибла тогда же, в 41-м и в начале 42-го. На вражьей земле мы врага разгромим, малой кровью, могучим ударом. Это строчка из песни «Если завтра война», в которой изложена военная доктрина Красной Армии. Она же демонстрируется в одноименном фильме 1938 года, где условный противник из вымышленной, но германоязычной страны нападает на Советский Союз, ломает зубы о нерушимую государственную границу и разворачивается вспять. Именно о такой войне рассказывали советскому зрителю киноленты «Если завтра война», «Гордые соколы», «Трактористы». В конце 30-х эти фильмы заставили советских граждан поверить в силу своей армии. В наши дни это кино смотрится как мрачная трагедия. Вглядываешься в лица солдат, молодцевато марширующих в парадном строю, и думаешь, выживет ли хоть один из них. В первый же месяц войны, настоящий, а не киношный, Красная Армия безвозвратно потеряет миллион человек. Из них около 700 тысяч пленными. Но отношение в немецком плену к советским солдатам было настолько бесчеловечным, что вскоре почти все они пополнят статистику погибших. Статистику примерную, неполную, где не хватает конкретных имен, фамилий и званий. Сложно даже представить такое количество людей. Поэтому от трагедии сотен тысяч мы перейдем к судьбе одного человека и посмотрим на начало войны его глазами. Виктор Цейтлин в свои 27 лет уже целый год руководил Белостокским государственным еврейским драматическим театром. В июне 41-го года он вместе с труппой гастролировал по самым разным городам на западе Советского Союза. Жену Цейтлин взял с собой, а вот четырехлетнего сына Эдика не взял, пожалел. Лето, пыль, жара. Отец решил не утомлять ребенка тяжелыми разъездами и оставил его вместе с няней в Белостоке. 22 июня 1941 года Виктор Цейтлин написал в дневнике следующее. Свершилось роковое. В 12 часов выступал по радио Молотов. Мы в Могилеве с гастролями театра из Белостока. Еще 17 дней назад, 5 июня, находясь в Каунасе, куда был приглашен для постановки спектакля, я понял, что в воздухе пахнет грозой. Помню, что когда я утром покупал газету, какой-то мужчина в белом костюме как бы невзначай бросил «скоро начнется». В своей догадке он был точен. Согласно плану Барбаросса, наступление войск нацистской Германии и ее сателлитов шло по трем главным и нескольким вспомогательным направлениям. Вся западная граница Советского Союза превратилась в линию фронта. Группа армии «Север» под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лейеба громила советские войска около Балтийского моря, прорываясь к Ленинграду. Битва за Ленинград станет самой продолжительной в истории Великой Отечественной войны. 1127 дней, из которых почти 900 дней северная столица будет находиться в блокаде. Самая мощная группа армий «Центр» нацелилась на Москву. Адольф Гитлер как будто специально доверил взятие советской столицы прусскому офицеру с русскими корнями по материнской линии, генерал-фельдмаршалу Федору фон Боку. На киевском направлении развернулась группа армий «Юг». Генерал-фельдмаршал Герт фон Руденштетт проведет ее сквозь всю Украину и в ноябре выведет свои войска к Ростову-на-Дону. Летом 1941 года вермахт находился на пике своего могущества. Это была колоссальная по численности армия, укомплектованная по штату военного времени, уже получившая боевой опыт и воодушевленная победами в Европе. Но вот Красная Армия была все еще армией мирного времени. Запад СССР защищали так называемые армии прикрытия. В теории армии прикрытия должны были задержать агрессора и дать советским вооруженным силам время для мобилизации личного состава, сосредоточения и развертывания войск. Но в реальности Красная Армия на западной границе имела совершенно недостаточные силы для противоборства с таким противником, каким был вермахт. Армии прикрытия требовали срочного усиления. Однако политическое руководство Советского Союза медлило. В Кремле не предполагали, что Германия может начать вторжение внезапно, да еще и одномоментно ввести в действие все свои силы и средства. Иосиф Сталин почему-то был совершенно убежден, что прежде чем напасть, Гитлер сначала предъявит какие-то требования. Затем начнутся ограниченные по масштабу боевые действия на границе, а во время них Красная Армия успеет полностью отмобилизоваться. И уж тогда малой кровью, могучим ударом. Это, кстати, один из редких оставшихся памятников Сталину, который мы нашли в парке советских скульптур в Литве. Ну так вот, а пока Германия официально никаких требований не предъявляет, главное, по мнению Сталина, просто ее не провоцировать. Так он полагал. Его логика была следующей. Любое перемещение советских войск из тыла к западной границе могло быть воспринято немцами как недружественный акт. Несмотря на все предупреждения от разведки, Сталин до последнего отказывался верить в перспективу немецкого вторжения. Словно парализованный, Кремль выжидал и до последнего надеялся на нерушимость договора о ненападении. Вот советских войск вместо полной боевой готовности требовали не поддаваться на провокации. 14 июня 1941 года центральные советские газеты опубликовали сообщение телеграфного агентства Советского Союза, которое весьма озадачило читателей. ТАСС был уполномочен заявить «Слухи о близости войны между СССР и Германией – это все нелепая ложь и инсинуации». Да, в советской стороне известно о концентрации германских войск у границ СССР, но все эти мероприятия, цитата, «надо полагать связаны с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям». Адресатом этого странного сообщения был отнюдь не советский читатель, а лично Адольф Гитлер. Сталин через свои СМИ посылал внятный сигнал, что он не хочет войны с Германией. И он надеялся получить хоть какую-то реакцию в ответ. Однако накануне вторжения нацисты избрали тактику абсолютного молчания. К СССР не предъявлялось никаких требований, претензий или ультиматумов. Ничего. Немецкая тактика себя полностью оправдала. Весной и в начале лета Москва лишь внимательно вслушивалась в тишину и бездействовала, боясь каким-либо образом дать Германии формальный повод к войне. Только после того, как Берлин ответил молчанием на сообщение ТАСС, советские войска из внутренних военных округов получили приказ выдвинуться к границе. Но было уже слишком поздно. До начала войны оставалась всего лишь неделя. Красная армия встретила войну в неподготовленном состоянии. Одна часть войск стояла на границе, другая часть была еще только на марше, третья оставалась в глубине страны. Превосходящие силы Германии и ее сателлитов, напротив, были сконцентрированы в три мощных кулака – север, центр и юг. За несколько часов до вторжения тысячи немецких офицеров с листа зачитали своим солдатам обращение фюрера. Совершенно напрасно Кремль боялся нечаянно дать Гитлеру повод к войне. Никакого формального предлога ему и не требовалось. Фюрер уже заранее подготовил пространную речь, в которой безапелляционно называл войну против Советского Союза превентивной и вынужденной. Дескать, настоящие поджигатели войны сидят в Москве, а у Германии и ее союзников нет никакого иного выбора, кроме как в целях самозащиты нанести превентивный удар на опережение. Вечером 21 июня миллионы немецких солдат не отдыхали, а выслушивали высокопарную ахинею своего вождя, полную экскурсов в недавнее прошлое и весьма странных оценок текущих событий. Среди слушателей был 30-летний ефрейтор Альфред Лесков. Выслушав речь Гитлера в исполнении командира роты, Лесков самовольно покинул расположение, под покровом темноты переплыл реку Буг и сдался советским пограничникам. В первом часу ночи немецкий перебежчик сообщил, Германия нападет рано утром, на рассвете 22 июня. Слова немецкого ефрейтора со скоростью молнии прошли все инстанции и были переданы Иосифу Сталину. В Кремль срочно вызвали народного комиссара обороны Семена Тимошенко, начальника генерального штаба Красной Армии Георгия Жукова и других высших командиров. Но даже на этом совещании, собранном за считанные часы до войны, Сталин высказал сомнения в необходимости чего-либо предпринимать. Военные с вождем не согласились. В результате споров был согласован весьма противоречивый по смыслу текст директивы номер один, адресованный западным военным округам Советского Союза. Написано там было следующее. В течение 22-23 июня возможно внезапное нападение немцев. Задача наших войск? Не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам быть в полной боевой готовности, встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. Пока директива номер один шла до военных округов, а оттуда до отдельных частей и подразделений Красной Армии, страна еще мирно спала. Для миллионов людей суббота 21 июня не была каким-то примечательным днем. Следующие сутки обещали советским гражданам отдых в их заслуженной выходной. Никто не догадывался о том, что каждый до конца жизни будет во всех деталях помнить, что он делал, о чем говорил и даже о чем он думал в последний предвоенный день. 22 июня 1941 года в 4 часа тишину воскресного утра разорвали залпы гаубиц, рев авиационных двигателей, грохот винтовок и пулеметов. На Советский Союз обрушилась лавина из 5 миллионов солдат и офицеров. Более 50 тысяч орудий и минометов, почти 5 тысяч танков и почти столько же самолетов. На Западе СССР Красная Армия численно превосходила противника по боевой технике, но в полтора раза уступала по живой силе. А главное, безнадежно отставала под темпом развертывания войск. На спящие советские города посыпались авиабомбы. Германская авиация волна за волной наносила удары и по военным аэродромам. Даже если советские самолеты успевали взлететь и принять участие в воздушном бою, их уничтожали на аэродромах во время дозаправки и перезарядки. За один день военно-воздушные силы Красной Армии потеряли около 800 самолетов на земле. Еще около 400 были сбиты в воздухе. Гибла элита советских войск, столь ярко воспитая в лентах гордые соколы и истребители. Уже в первый час Великой Отечественной войны на отчаянный шаг в воздушный таран пошли летчики Дмитрий Кокарев и Иван Иванович Иванов. Кокарев после тарана сумел посадить свою машину и затем сражался до самой смерти осени 41-го. Иванов погиб уже во время тарана 22-го июня, и одним из первых в этой войне был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. На земле удар приняли сразу 485 погранзастав. Ни одна из них не отошла без приказа. Немецко-финские войска в Заполярье в первую неделю войны даже не смогли перейти границу. Одесский военный округ на фоне общей катастрофы и вовсе показывал чудеса организованности. В первые дни войны подчиненные ему войска не только сдерживали наступление немецко-румынских сил, но и шли в контратаки на территорию Румынии. Однако все это были лишь локальные успехи на вспомогательных направлениях. На острие трех главных ударов положение для Красной Армии в течение считанных суток стало критическим и безнадежным. Виктор Цейтлин в те дни писал в дневнике так. Вести, доходившие из районных военных действий, были глухи и тревожны. В городе, который находился сравнительно далеко от границы, спустя два дня появились эшелоны отходящих войск и мирного населения. Через три дня самолеты противника уже гудели над крышами домов. Мы, группа мужчин, естественно, поспешили в военкомат, но от нас отмахивались, как от назойливых мух. Не до вас. Одним из самых ярких эпизодов первых дней войны стало крупнейшее в истории танковое сражение в районе Дубнолуцк-Броды. Оно развернулось в направлении наступления группы армии «Юг». За четыре дня, с 25 по 29 июня, почти в полном составе погибли пять советских механизированных корпусов, насчитывавших около 2800 танков. До войны советские граждане восторгались буквально пролетающими препятствиями легкими БТ и многобашенными сухопутными крейсерами Т-35. Новейшие танки Т-34 и КВ-1 оказали большое впечатление на немцев. Страна Совета встроила танки на пределе своих возможностей. Все предвоенные годы. По тактико-техническим характеристикам советские стальные машины не уступали, а зачастую даже превосходили вражеские. Но, когда разваливаются целые фронты, скорость отдельно взятого танка и толщина его брони уходят на второй план. В хаосе приграничных сражений танки сгорали вместе со своими экипажами за считанные секунды. Или даже не доезжали до поля боя, встав из-за поломок, нехватки запчастей или топлива. Снабжение было полностью дезорганизовано ударами вражеской авиации и артиллерии, стремительным продвижением вермахта, шоковым состоянием советских командиров. Советская оборона рассыпалась, и под ударами групп армии «Центр» и «Север» литовский Каунас, город, который Цейтлин упомянул в дневнике, был захвачен вермахтом уже на второй день войны, 23 июня. Первые два дня сводки с фронтов публиковались от имени главного командования Красной Армии. Они еще давали ложную надежду. Противник был отбит с большими потерями на двух направлениях, контратаками наших войск он был разбит и отброшен за госграницу. С 24 июня стали выходить сводки от Советского информбюро. Сквозь все оговорки о том, что врагу наносится большой урон, что идут ожесточенные бои, а Красная Армия действует решительно, сквозь них уже явственно просматривалась картина полного разгрома. На пятый день, 27 июня, нацисты оккупировали Белосток. Днем позже пала столица Белоруссии, Минск. Темпы продвижения гитлеровской армии были чудовищными. Отступая, Красная Армия даже не успевала отмобилизовать мужчин на оставляемой врагу территории. Между Белостоком и Минском в окружение попали несколько сотен тысяч советских солдат. По меркам лета 41-го года долго держался Могилев. Сражение за него продолжалось больше трех недель. Здесь немецкое наступление не остановилось, но замедлилось. Ритм германского блицкрига был немного сбит. Тогда, в самый разгар катастрофы, едва ли кто-то догадывался, сколь многое значило это немного для огромной страны. Именно благодаря задержке немецкого наступления под Могилевым Виктор Цейтлин успел в тыл. Театральный режиссер переучился на командира самоходного орудия, чтобы отомстить за оставшегося в Белостоке сына. Виктору Цейтлину предстояло долгих четыре года войны. Столько же, сколько было его сыну Эдику, когда он его оставил. Младший лейтенант Цейтлин будет гореть в самоходке в Эстонии. Тяжело раненый, без сознания и с осколком в сонной артерии он будет принят за погибшего. Сначала присыпан землей, а подком откопан обратно боевыми товарищами. Он встретится с супругой британского премьера, Клементины Черчилль, посетившей советский военный госпиталь в Ленинграде. Выживет, отправится от тяжелых ран. И сам, на то не надеясь, все-таки воссоединиться со своим сыном. Эдика всю войну укрывали от нацистов няня Александра Леонович и православный священник Петр Гудкевич. Виктор Цейтлин проживет долгую жизнь и увидит 21 век. За год до смерти ему даже успеют вручить затерявшуюся боевую награду Орден Красной Звезды. Для Виктора Цейтлина война, которую уже на второй день газета «Правда» назвала Великой Отечественной, была историей со счастливым концом. Но для миллионов других советских граждан эта война стала концом их истории. Если спросить у человека, выросшего в России или другой бывшей Советской Республики, с чем у него ассоциируется словосочетание «22 июня», то он почти наверняка упомянет «Брест». Героическое сопротивление Брестской крепости, расположенной сейчас на белорусско-польской границе, а в те годы на советско-германской границе, стало одним из главных символов первых дней войны. В 4 часа утра 22 июня вермахт обрушил на Брестскую крепость огонь сотен артиллерийских орудий. Спустя полчаса нацисты пошли на штурм. Гарнизон крепости был застегнут врасплох. Многие ее защитники погибли, лежа в своих постелях. Они даже не успели понять, что случилось. Те, кому удалось выжить, организовали оборону и несколько дней отбивали атаки гитлеровцев. Система казематов и подземных ходов позволяла им совершать вылазки и неожиданно нападать на солдата-офицеров вермахта. Организованное сопротивление защитников было подавлено 29-30 июня, после того, как на Восточный форт сбросили авиабомбу весом в 1800 килограмм. Взрывная волна убила почти всех, кто находился в подвалах. Но небольшие отряды и отдельные бойцы сумели выжить и сражались еще долгое время после этого. Одна из надписей, сделанных на стене крепости, гласит «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Она датирована 20 июля. Оборона Брестской крепости выглядит еще более героическим событием, если учесть, что на самом деле оборонять ее не предполагалось. Войска располагались в крепости просто потому, что там были казармы. В случае начала войны они должны были уйти из крепости и присоединиться к остальным силам Красной Армии. Но сделать этого они не успели. Они были вынуждены принять бой, ставший для большинства защитников первым и последним. Последняя задокументированная перестрелка в крепости случилась 23 июля, через месяц после начала войны. Немцы к тому времени уже дошли до Смоленска. В тот день был взят в плен майор Петр Гаврилов. Гаврилов на момент начала войны командир 44-го стрелкового полка 42-й дивизии. На протяжении всего этого времени он руководил обороной восточного форта Брестской крепости. Месяц он жил в подвалах и атаковал вместе со своими бойцами немцев, пока не оказался в плену, тяжело раненый и изможденный почти до смерти. Вот так описывал состояние Гаврилова, лечивший его военный врач. Пленный майор был в полной командирской форме, но вся одежда его превратилась в лохмотья. Лицо было покрыто пороховой копотью и пылью, и обросло бородой. Он был ранен, находился в бессознательном состоянии и выглядел истощенным до крайности. Это был в полном смысле слова «скелет, обтянутый кожей», но немецкие солдаты, которые взяли его в плен и привезли в лагерь, рассказали врачам, что этот человек всего час тому назад в одиночку принял с ними бой, бросал гранаты, стрелял из пистолета и убил и ранил нескольких солдат. Гаврилову пришлось пройти сначала через немецкие, а потом через советские лагеря. Добой он вернулся только в 1946 году. Его исключили из партии, лишили наград. Гаврилова считали предателем, что абсолютно несправедливо. Хоть он и попал в плен, но сотрудничать с гитлеровцами отказался. Лишь в конце 50-х годов подвиг Гаврилова стал известен на весь Союз. Вообще, с военной точки зрения, большого смысла в сопротивлении защитников не было. Войска вермахта в первые же часы обошли Брестскую крепость, оставив разбираться с гарнизоном части 45-й пехотной дивизии. Намного менее известна, но при этом не менее важна, битва за Зельвенскую переправу. Разгромленные в прифронтовых сражениях части Красной армии, пытаясь спастись из Белостокско-Минского котла, отступали на восток. Уже 23 июня они оказались возле поселка Зельва, где путем преградила река Зельвянка. Через Зельвянку было перекинуто два моста – автомобильный и железнодорожный. Автомобильный немцы разбомбили, а железнодорожный не стали. Видимо, рассчитывали потом использовать в своих целях. Именно в этот мост, как в бутылочное горлышко, упиралась огромная масса военной техники, грузовиков с ранеными, машин начальства и обычных красноармейцев, растерянных и не понимающих, что дальше делать. С неба их атаковали мессершмитты, по земле преследовали танки вермахта. Колонна отступающих советских солдат растянулась по единственной дороге, проходившей через Зельву на десятки километров. Пилоты Люфтваффе докладывали своему командованию, что не могут увидеть начало и конца этой колонны. Паника, неразбериха и хаос – так можно описать происходящее. Вот свидетельство очевидцев событий майора госбезопасности Бельченко. На одной из дорог я увидел мертвую женщину, по ней ползал живой годовалый ребенок. Машины приезжали мимо, и никому не было дела до этой трагедии. Я приказал своему водителю остановиться. Ребенок плакал. Увидев санитарную машину, следовавшую на восток, я вышел на дорогу и поднял левую руку, в правой руке держал маузер. Машина оказалась забита раненными красноармейцами. Я попросил шофера взять ребенка, однако он наотрез отказался. Тогда я сказал ему, что, нисходя с места, расстреляя его, как не выполнившего приказ старшего по званию. Поглядев мне в глаза и поняв, что я, несомненно, исполню свою угрозу, он молча подошел к ребенку, взял его и разместил в кабине водителя. Дальнейшая судьба этого малыша мне неизвестна. В следующие дни ситуация развивалась по одинаковому сценарию. Переправа через реку шла крайне медленно, мешали постоянные обстрелы с воздуха. В результате у реки накапливались войска. Затем находился офицер, готовый повести их в бой, и начинался прорыв на восток. А в это время к реке с запада уже подходили следующие части Красной Армии. Первым командование переправой взял на себя знакомый нам майор Бельченко. После того, как Бельченко успешно переправился на восточный берег, командиром переправы стал полковник Смоляков. Он создал сводный батальон из подошедших к зельвянке частей и пошел с ними на прорыв, но погиб. Погиб в бою и генерал-майор Хацкелевич, командир 6-го механизированного корпуса. От всего корпуса остался лишь один танк Т-34, которым командовал сам Хацкелевич. Во время прорыва в открытый люк танка немецкий солдат бросил гранату. Наконец, самое главное сражение началось 27 июня под командованием полковника Молева. Это была крупная общевойсковая операция с использованием танков, артиллерии и кавалерии. Но она принесла лишь частичный успех. Несмотря на ожесточенные попытки бойцов Красной Армии прорваться через бутылочное горлышко зельвенской переправы, сделать это удалось немногим. Белостокский Минский котел захлопнулся. А 28 июня немцы вошли в Минск. Виновными в катастрофе Западного фронта объявили его командование. Генерал Дмитрий Павлов и многие другие высшие офицеры были арестованы, а затем расстреляны. Белостокский Минский котел, к сожалению, был далеко не единственным. Тем, кто встретил Великую Отечественную 22 июня в хорошо подогнанной форме, с полным комплектом снаряжения и современными самозарядными винтовками системы Токарева, тем были уготованы еще Уманский котел, Вяземский, Брянский и Мелитопольский котлы. В них растворились целые армейские объединения. Были расплавлены около 20 тысяч советских танков и 100 тысяч артиллерийских орудий. В них за считанные недели погибнут те кадровые части, на которые вся страна, отказывая себе в самом необходимом, работала годами. Днепр. Главная река Украины. Воспетая Николаем Гоголем и Тарасом Шевченко, самая широкая и протяженная. Географически она делит Украину на две большие части. Ниже по течению находится Днепровская гидроэлектростанция. Она же Днепрогэс. В недавнем прошлом считалось, что у всякой великой державы должен быть свой колосс, свое рукотворное чудо света. Шедевры инженерного искусства становились материальным воплощением мощи страны. Они как бы говорили от лица государства, да, нам это под силу. Для сталинского СССР своим колоссом была Днепрогэс. Десятки тысяч человек со всего Советского Союза строили его с 1927 по 1932 год. Главная стройка первой пятилетки. Витрина советского строя длиной больше километра. Для тех, кто создавал Днепрогэс, своими собственными руками он был больше, чем просто плотина электростанции или величественный мост через Днепр. Тогда это была осязаемая надежда на будущее, на то, что их дети будут жить гораздо лучше, чем они сами. 18 августа 1941 года при отступлении Красной Армии Днепрогэс был взорван. Огромная волна высотой в десятки метров, сметая все на своем пути, убила десятки тысяч человек. Среди них были и вражеские, и советские солдаты, и очень многие мирные жители. Взрыв Днепрогэс 18 августа 1941 года стал символом отчаяния. Колоссальная технокенная катастрофа. Она заняла свое место в череде событий, которые историки назовут катастрофой лета осени 1941 года. Сложно удержаться от религиозных аллюзий. Нашествие нацистов было сродни апокалипсису. А советское руководство решилось уничтожить свою собственную святыню, устроить великий потоп на своей собственной земле. Однако воды Днепра не смогли задержать гитлеровские войска. Через месяц оккупанты взяли Киев. Через два месяца нацистам был открыт прямой путь на Москву. Но через два года Красная Армия вернется сюда, чтобы повернуть апокалипсис в пять. А после войны Днепрогэс будет восстановлен. 22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. Так начинается известная песня на стихи Бориса Кованева. Поэт немного преувеличил. Первые бомбы упали на украинскую столицу чуть позже, около пяти или шести утра. Но факт подмечен очень точно. Гитлеровцы продвигались стремительно и расположенный вроде бы далеко от границы город уже в первые дни войны оказался на прифронтовой территории. Войска вермахта оказались возле Киева всего на 20-й день войны. 11 июля 1941 года. В сентябре 1941 года нацисты окружили здесь более полумиллиона советских солдат. Образовался Киевский котел. Крупнейшее окружение в истории человечества. Для понимания масштаба катастрофы. Вся великая армия Наполеона, с которой он вторгся в Россию в 1812 году, была сопоставима по численности с потерями Красной Армии в одном только Киевском котле. 9 июля немецкая группа армии «Юг» взяла Житомир. Оттуда по Житомирскому шоссе дошла до Киевского укрепрайона защитных сооружений вокруг города. Уже с 11 июля начались атаки Киева. В это же время группой армии «Центр» удалось полностью разгромить Советский Западный фронт, захватить почти всю территорию Беларуси. После взятия Смоленска в конце июля у немецких сил было два возможных пути наступления. На Москву, в соответствии с планом Барбароса, или же на юг, в сторону Киева. Советское командование было уверено, что Гитлер будет действовать так же, как Наполеон, и продолжит движение на восток, к столице государства. Но лидер Рейха удивил даже собственных генералов, когда отдал приказ наступать на юг. Историки видят несколько возможных причин, почему Гитлер решил отступить от первоначального плана и развернуть силы на Киев. Кто-то считает, что он решил захватить авиабазы в Крыму, с которых советская авиация могла наносить удары по топливным складам в немецком тылу. Другие считают, что он боялся повторить ошибки Наполеона. Так или иначе, 30 июля силам вермахта был отдан приказ. Группа армии Юг продолжает атаковать Киев. Им в поддержку перебрасываются части армии Центр, вторая танковая группа Гудериана и вторая армия Вейхса. А основная группа армии Центр переходит к обороне захваченных территорий. Такое решение Гитлера стало неожиданностью для командования Красной Армии. Это очевидно хотя бы потому, что идущую на юг вторую танковую группу Гудериана некому было останавливать. На ее пути были лишь две армии Юго-Западного и Центрального фронтов, которые ничего не могли ей противопоставить. Обе армии понесли значительные потери в предыдущих боях. Пополнений не было. Но недостаток был не только в людях. Не хватало танков, артиллерии и боеприпасов. У этих армий даже не было нормальной связи друг с другом. Был лишь приказ атаковать. Если верить мемуарам маршала Жукова, 29 июля на совещании Генштаба он сказал, что советские войска под Киевом слабы и необходимо либо усилить их армиями с других направлений, например, с Московского, либо оставить Киев. Сталин вспылил и на следующий же день уволил Жукова с поста главы Генштаба. Его место занял Борис Шапошников. Человек, имевший сходные со Сталином взгляды, который говорил то, что хотел слышать великий вождь. А вождь хотел слышать о том, что Киев получится защитить силами Юго-Западного фронта. Эта уверенность привела к катастрофе, которую можно было вполне избежать. Правда, все это субъективное мнение Георгия Жукова. Атаки немецкой армии на Киевский укрепрайон, начавшийся 11 июля, ни к чему не привели. Не вышло сходу прорвать систему долговременных огневых точек, противотанковых рвов и минных полей. Поэтому немцы двинулись на юг и захватили города Винница и Белая Церковь. И продолжили наступление на Киев уже оттуда. Первый штурм Киева был отбит. Более того, советские войска отогнали немцев на несколько десятков километров на запад. В начале августа вермахт пошел на второй штурм. Немецким войскам удалось ворваться в Глеваху. Это пригород Киева. Но штурм точно так же провалился. Противостоял гитлеровцам в этой битве генерал Андрей Власов, впоследствии перешедший к ним на службу и ставший символом предательства. В Киеве шла тотальная мобилизация. Создавались батальоны ополчения. На ликероводочном заводе в бутылке, предназначенной для водки, пива и лимонада, разливалась зажигательная смесь. На первых партиях, поставлявшихся на фронт, еще были этикетки пива и лимонад. При этом приказ командования был однозначный удержать Киев во что бы то ни стало. Не были взорваны мосты через Днепр и даже эвакуация проводилась с ограничениями. Тем не менее, из города за два месяца осады смогли эвакуироваться 325 тысяч человек, более трети населения. И при этом Киев продолжал жить более-менее обычной жизнью. Ходил транспорт, по трубам текла вода, а по проводам электричество. Удивительным образом, весь август и даже начало сентября из Киева исправно доставлялись письма. Сейчас они воспринимаются как послание с того света. Киевляне писали родственникам даже за считанные дни до взятия Киева гитлеровцами. И эти письма доходили до адресатов в тылу. Будущий великий литературовед-германист, диссидент и правозащитник Лев Копелев, находясь в Москве, получал письма из Киева от дедушки, бабушки, тети и младшего брата Александра, который защищал украинскую столицу в качестве сержанта-артиллериста. Фронт проходил близко к городу, и поэтому Александр Копелев умудрялся отпрашиваться, чтобы навестить родных в Киеве. Они писали в Москву о том, как здорово Александр выглядит в форме, как хорошо он загорел. Совсем скоро они будут расстреляны нацистами в киевском овраге под названием Бабий Яр. Но их последние письма полны оптимизма. Они рады, что к ним прямо с передовой наведывается их любимый Саша. Сам Александр Копелев тоже был настроен позитивно. 1 сентября он пишет «В Киеве жизнь совершенно нормальная, на улицах много людей, настроение бодрое». Через неделю он отправит еще одну весточку. «Опять удалось заскочить в Киев. У меня все благополучно, чувствую себя очень хорошо». Это были его самые последние строки. Первые атаки на Киев показали немецкому командованию, что город в лоб не взять, он слишком хорошо укреплен. Поэтому было принято решение взять его в клещи, то есть начать окружение. 24 августа 2-я армия Гудериана начала наступление в направлении города Конотопа. Ей навстречу из Кременчуга вышла 1-я танковая армия Паула Клейста, а 2-я армия фон Вейхса начала движение к Чернигову. Когда 7 сентября армия Гудериана таки дошла до Конотопа, угроза окружения стала очевидна. Советские войска пытались организовать оборону города, но 10 сентября Конотоп был взят. Маршал Буденный, отвечавший за все юго-западное направление, несколько раз предлагал отвезти войска и оставить Киев. За это паникерство его, как и Жукова, лишили должности, отправив командовать резервным фронтом. Его преемник Семен Тимошенко заверил Сталина, что они удержат город. Но перестановки кадров не помогли. 13 сентября войска Гудериана вышли к небольшому городу Лохвице, практически завершив окружение Киева. Между крупными группировками немецких армий оказалось около 50 километров. То есть между ними невозможно было пройти никаким крупным военным соединением. Их тут же заметят и атакуют. Начальник штаба юго-западного фронта Тупиков, никого не стесняясь, закончил оперсводку за сутки 13 сентября словами «Начало понятной вам катастрофы, то есть полного окружения войск фронта, дело пары дней». Он был прав. 15 сентября кольцо окружения окончательно замкнулось. У советских войск было лишь два варианта действий. Либо держать оборону и ждать помощи извне, либо попытаться самим пробить окружение. 17 сентября командующий юго-западным фронтом Михаил Кирпонос отдал приказ прорываться на восток, не дожидаясь приказа от Шапошникова, который пришел только 18 сентября. Но большого прорыва не получилось. Советские войска обстреливались со всех сторон, действовали неслаженно и понесли большие потери. Бои продолжались до 26 сентября, после чего советские войска прекратили сопротивление. По мотивам кровавых событий под Киевом много лет спустя Владимир Высоцкий напишет песню «Солдаты группы Центр». В ней есть такие строчки. Перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые, нехмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые наградой будут нам. Все впереди модели, за ветром ветер, идут по Украине солдаты группы Центр. На первый и второй просчитают. Первый шаг вперед и крайним трой. А каждый король тоже герой. Край попадет в свет за тобой. В этих словах читается беспечное настроение немецких оккупантов, которые легко побеждают противника и творят на захваченных территориях все, что захотят. Складывается впечатление, что такая же беспечность царила в командовании Красной Армии, которая принимала удивительные в своей непродуманности решения. Хотя, вероятнее всего, это был обыкновенный непрофессионализм. И Ставка, или конкретно Сталин, попросту не понимали реального положения дел на фронте и не понимали, что делают. Из-за этого непрофессионализма в киевском котле оказались окруженными более 600 тысяч человек. Поражение под Киевом стало тяжелейшим ударом, который потянул за собой последствия. Такие как потери Крыма, Донбасса, Одессы, Харькова. После завершения киевской операции группа армии «Центр» двинулась на Москву. Киев был освобожден от фашистских захватчиков лишь в ноябре 43-го года. 778 дней Киев был в оккупации. За это время немцы построили в нем сырецкий концлагерь, в котором за два года уничтожили 25 тысяч человек. Недалеко от него находилось то самое печально известное урочище Бабий Яр, которое фашисты использовали как место для массовых расстрелов. Одни историки называют киевский котел следствием упрямства Сталина, желавшего отстоять мать городов русских любой ценой. Другие опровергают этот тезис как укоренившийся миф. А есть и такое мнение, что пожертвовать сотнями тысяч советских солдат было стратегически целесообразно. Поздней осенью 41-го года германским войскам не хватило совсем чуть-чуть сил и времени, чтобы взять Москву. И возможно вот эти самые чуть-чуть они потеряли именно здесь под Киевом. Мы, конечно же, не поставим точки в этом споре, остающемся болезненным даже спустя 80 лет. Вспомним просто про полмиллиона наших солдат, которые сражались в окружении до полного исчерпания физических сил. Может быть, они действительно своими руками, своими телами, задержали лавину, которая потом остановится лишь у самых стен Москвы. Когда возможности сопротивляться были исчерпаны, когда сотни тысяч защитников Киева оказались в плену, враг вовсе не пожимал им руки в знак признания их мужества. Никто не встречал их фразой «Поздравляю, для вас война окончилась», как это было принято в прошлые войны. Нацисты просто не видели в них людей. Нацистский плен означал для них пытки и смерть. В 1961 году советское руководство, как будто опомнившись запоздалым решением, учредило медаль за оборону Киева в 1961 году. Эта медаль не вручалась посмертно, и поэтому из всех участников битвы под Киевом ее получили лишь 107 тысяч человек. «Сегодня 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну». В истории нашей страны не так много событий, которые можно сравнить по масштабу последствий с 22 июня 1941 года. Нападение Гитлера до сих пор тревожит сердце каждого, кто родился и вырос на территории бывшего СССР. Практически у любой семьи есть истории о том, что делали их бабушки и дедушки или родители до 22 июня и что после. Сегодня мы понимаем, что Великая Отечественная война не была ни внезапной, ни случайной. Она зрела долго и стала неизбежной еще до заключения пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году. Не могли два таких режима, как сталинский и гитлеровский, ужиться на одном земном шаре. Но для обычных людей война стала неожиданностью. Долгое время пропаганда им рассказывала, что у партии и правительства все под контролем. А если война и начнется, то броня крепка и танки наши быстры. Дадим суровый отпор и победим малой кровью на чужой территории. Заигравшись в геополитические игры, Сталин подставил ни о чем не подозревавших людей под удар страшной машины вермахта. Катастрофа первых месяцев войны результат преступной халатности советского руководства и лично Сталина. Однако затем эта война стала по-настоящему отечественной. Она перестала быть делом профессиональных военных и инструментом в руках политиков. Она стала главным делом жизни советских людей, а не просто стрелками на тактических картах. Поэтому несмотря на катастрофу 22 июня, несмотря на чудовищные потери и разрушения, люди, жившие в нашей стране, смогли остановить самую сильную армию мира и вместе с союзниками разгромили нацизм. Но до разгрома нацизма еще очень далеко. Нам предстоит пройти долгий путь через Москву, Ленинград, Сталинград, Курск, через другие города СССР Европы, через африканские пустыни и Тихоокеанские острова. Обо всем этом в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok